Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Ольга Ванеева. И вначале об основных темах сегодняшнего выпуска. Проблема у нас возникает, что после чистки дорог нам не пройти к своим домам. Никто не убирает за собой вот эти осколки с гребённого снега с дороги. Проблема окраин. Снежные кучи на обочинах дорог, оставленные коммунальщиками после уборки улиц, становятся препятствием на пути к домам жителей частного сектора. Привительная остановка транспортного средства. Изъятие с транспортного средства нарушителей. Задержание вооружённых преступников – такова задача тактико-технических учений, которые сегодня отрабатывали сотрудники госавтоинспекции и бойцы взвода специального назначения. Мы проживаем больше 40 лет в крае. И даже много здесь, которые все живут, участвуют, даже в мелких травмах. Толерантность в обществе сегодня обсудили представители азербайджанской и таджикской диаспоры на встрече с молодёжью. Авиакатастрофа лайнера Ту-154 над Чёрным морем унесла жизни 93-х наших соотечественников. Среди пассажиров того злополучного рейса был наш земляк, житель села Дзержинское, солист ансамбля имени Александрова Алексей Маргунов. Какие воспоминания о себе оставил Алексей у односельчан, расскажет Евгений Гомзюков. Заниматься творчеством Алексей Маргунов начал ещё в школе. В те годы он не имел специального музыкального образования. Игре на инструментах и пению он научился сам. За это односельчане считают его самородком. В качестве артиста он начал свою деятельность в местном Доме культуры. Вот мы сейчас просто в шоке и не верим тому, что именно такое случилось с ним, потому что яркий, мощный голос, сам такой позитивный, и он всегда готов был в любом мероприятии принять участие, даже без подготовки. Всегда окружён молодёжью, потому что и был ансамбль, в котором он принимал активное участие, руководил им. Все, кто с ним в то время работал и общался, в один голос твердили, что Алексей владеет всеми необходимыми данными для развития своего таланта, и ему просто необходимо поступить в музыкальное учебное заведение. И в июне 2016 года Алексей благополучно окончил Красноярский институт искусств, после чего он сразу получил приглашение в знаменитый ансамбль Александрова. Это всё было на наших глазах. Он вечно был с гитарой, он куда-то бежал. Он всегда боялся что-то не успеть в этой жизни. Он так много хотел успеть. Добился своей цели, но трагедия оборвала его жизнь. Друзья и знакомые Алексея Моргунова до сих пор не верят в трагедию и не хотят говорить о своём земляке в прошедшем времени. Я с теплотой всегда буду вспоминать о нём, потому что то время, которое он провёл здесь у нас в Дзержинске, то время, которое мы провели вместе, будучи коллегами в школе, оно незабываемо. Это была такая яркая вспышка, такой замечательный человек, который навсегда останется в моём сердце. Чтобы увековечить память своего земляка, дзержинцы планируют разместить у входа в школу, где учился Алексей, мемориальную доску. А власти района серьёзно рассматривают возможность присвоить одной из улиц села имя погибшего музыканта. К другим темам. Поход за водой становится полосой препятствий для жителей частного сектора улицы Залесной. Из-за непрерывного движения большегрузного транспорта и халатности коммунальных служб, выполняющих чистку дороги, людям приходится находить свои способы решения проблемы. С жителями улицы встретилась Татьяна Лисогор. Улица Залесная – отдалённый от центральной части города участок дороги, по которому буквально непрерывно проезжают не только машины, но и большегрузный транспорт. Проезжая часть расчищена, однако снежные глыбы убраны лишь с одной стороны дороги, а с другой они затрудняют подход к жилым домам. В нашу редакцию обратилась женщина, которая с этой проблемой справится сама не в силах. Проблема у нас возникает, что после чистки дорог нам не пройти к своим домам. Никто не убирает за собой вот эти осколки с гребённого снега с дороги. Я инвалид второй группы, у меня отсутствует 9,5 пальцев. Мне очень проблематично убирать эти замёрзшие осколки. Юлия Витальевна, несмотря на инвалидность, приспособилась и даже по воду ходит сама. Ещё и с больной ногой она с трудом перебирается через снежный завал, а затем начинается, как говорит сама женщина, гонки на выживание. Когда строилась дорога, пешеходных тротуаров не предусмотрели, поэтому за водой людям приходится идти прямо по проезжей части, рядом с машинами и фурами, нарушая правила дорожного движения и рискуя жизнью. Кто-то расчищает подход к дороге, однако большинство жителей улицы – инвалиды, пожилые или одинокие люди, которым справляться с завалами затвердевшего снега непросто. Сами лопаткой подгребаем. Сосед у меня инвалид тоже после инфаркта, ему помогаешь. Выйти невозможно. Эти машины вот встанут, посмотрите, не пройти. Бывает, что вот перейти, едешь по воду, и как вот невозможно. Невозможно. Отсюда едут и отсюда. Хоть по верху летай. Кроме того, из-за снежных бугров затрудняется подвоз к домам дров и угля. Но больше всего женщины опасаются, что в случае чего к ним не сможет подъехать спецтехника, будь то скорая или пожарная. Нам удалось связаться с представителем первого филиала «Крайдео», осуществляющего уборку дороги на Залесной. Нас уверили, что в ближайшее время снег уберут. Но станет ли это постоянной практикой? Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. В селе Рудиное Каннского района сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении кражи денежных средств у почти слепого пенсионера. В полицию обратился сельский житель 1935 года рождения, который обнаружил пропажу своих сбережений. Дедушка вышел на непродолжительную прогулку, а когда вернулся, недосчитался ощутимой для пожилых людей денежной суммы, выехавшие на адрес полицейские выяснили, что злоумышленник в отсутствие потерпевшего взломал на входной двери его дома замок и проник в жилое помещение, откуда похитил деньги в сумме 3000 рублей. Сотрудники полиции организовали подворовый обход местных граждан, опросили возможных очевидцев случившегося и отработали круг подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали лицо, причастное к совершению кражи. Им оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения. У задержанного полицейские взяли денежные средства и вернули законному владельцу. В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Тактика специальные учения провели сегодня сотрудники госавтоинспекции и бойцы взвода специального назначения. Они отработали совместные действия в ситуации задержания вооруженных преступников. По легенде, злоумышленники совершили угон автомобиля. Привительная остановка транспортного средства, изъятие с транспортного средства, нарушителей, контроль, неопусковое мероприятие, нарушителей. Ну, как бы, я думаю, вы с этим сталкиваетесь постоянно. Все происходит молниеносно. Одно мгновение, и нарушители уже не в салоне автомобиля, а лицом вниз на снегу. Разобрать процесс задержания злоумышленников поэтапно и отработать каждый из моментов на практике – такова цель сегодняшних совместных учений бойцов спецназа и сотрудников госавтоинспекции. Инспекторы, они работают постоянно с народом, с живыми людьми, они это все знают. Просто мы закрепили и как бы отработали совместные действия. Такие тренировки лишними не бывает. Несмотря на то, что сотрудникам патрульно-постовой службы не раз доводилось в реальных условиях задерживать настоящих преступников, всегда полезно отработать профессиональные навыки еще раз. Польза очень большая для сотрудников госавтоинспекции от таких совместных учений. Во-первых, сотрудники госавтоинспекции всегда несут службу на улице, это инспекторы ДПС, и они зачастую встречаются не столько с добросовестными водителями, но и с правонарушителями и преступниками, которые могут в свою очередь применить силу, применить оружие. Поэтому они должны знать и уметь задержать преступника в любое время и сохранить в своей жизни здоровье. Два месяца назад бойцы взвода специального назначения провели аналогичную совместную тренировку с сотрудниками патрульно-постовой службы. Сегодня отрабатывали навыки с дорожными полицейскими. В планах сделать сотрудничество с полицией регулярным. В Новый год без долгов. Совместную акцию под таким названием проводят налоговая инспекция и судебные приставы. В налогомобиле каждый желающий может получить консультацию по налогам, подать заявление на предоставление льгот по налогообложению, узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также погасить ее, если она имеется. В Новый год без долгов. Уважаемые жители и гости нашего города, у вас есть возможность узнать о своей задолженности и оплатить свой долг в передвижном мобильном пункте. Налогомобиль сегодня работал в течение дня на базе улицы Урицкого. Любой желающий мог обратиться и совершенно бесплатно получить ряд услуг, самое востребованное из которых – получение информации о наличии или отсутствии долгов по налогам и другим исполнительным производствам. Ослуга актуальна, граждане обращаются постоянно, потому что бывают случаи, что граждане могут и не знать о том, что у них есть какие-либо долги, и в связи с этим при задолженности к ним могут применяться ограничительные меры. Добавим, что для удобства горожан передвижной мобильный пункт работал в течение декабря в самых людных местах Каннска. О своих долгах можно было узнать возле порта Артура, городского рынка и центрального универмага. Теперь такую услугу можно получить непосредственно в налоговой инспекции или в отделе судебных приставов. Сразу после короткой рекламы вы узнаете, как будут работать медицинские учреждения во время новогодних каникул. Какие темы обсудили представители национальных диаспор с молодежью. Как проходят предновогодние дни в пансионате «Кедр». Также вас ждут новости спорта и прогноз погоды. Оставайтесь на Пятом канале. Издания, которые мы делаем для вас и вместе с вами. В «Карри Кидз» вы можете оформить рассрочку на любую покупку. Быстрое оформление, легкое погашение и никаких переплат. ОО «Карри Финанс». Полные условия уточняйте у сотрудников магазинов. «Транск», 40 лет октября, 62, строение 4 ТЦ «Порта Артур-2». Увидеть мир и показать себя. Лицом к лицу сходиться с совершенством у зеркала. В оправе современной примеривая новые очки. Есть волшебство, что создано наукой литья стекла и шлифования линз. Есть мастерство, что подчеркнет сторицы и красоту, и благородство ваши. И виденье расширит горизонт. Насыщенность цветов и четкость линий, прозрачность взгляда, жизнь в оправе вкуса и свежесть восприятия реалий. Все лилия. Ваш оптики-салон. Надежность современных диагностик, приборов дорогих, высокоточных. Изыскенность, изящество дизайна от лучших разработчиков оправ вернет вам зрение и создаст вам имидж. В том лилия порокой на века. В территории меха и кожи Санти предновогодние скидки. Пуховики минус 30%. Мутоны-дубленки минус 50%. Норка по цене производителя. Магазин Санти поздравляет клиентов и жителей города и приглашает за покупками. Ткани для праздничных нарядов и костюмов. Новогодние подарки. Шкатулки, подушки, картины. Приходите. Хочешь встретить Новый год на пике эмоций? Вооружайся отличным настроением и приходи на гангстерскую вечеринку «Однажды в Каннах». Острые ощущения, леденящие душу испытания и королевский подарок ждут самого решительного джентльмена и его прекрасную леди. Не пропусти самую экстравагантную вечеринку декабря. Звони 41006 и 41009. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Министерством здравоохранения Красноярского края определен график работы медицинских учреждений в новогодние каникулы. Во всех медицинских организациях 3 и 6 января с 8 до 16 часов будут вести амбулаторный прием участковые терапевты, хирурги, участковые педиатры, акушеры-гинекологи, стоматологи. Будут работать процедурные перевязочные кабинеты. Записаться на плановый прием к врачу можно заблаговременно. В дни новогодних каникул до 14 часов будут обслуживаться и вызовы на дому. Кроме того, медработники будут посещать больных по переданной информации с подстанции скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи. Также будет усилена работа кабинетов до врачебной и неотложной помощи. В том числе и постпраздничные дни для выдачи справок и выписок населению. Скорая помощь, стационары и городские травмпункты будут работать в круглосуточном режиме. Сегодня представители азербайджанской и таджикской диаспоры объединились, чтобы встретиться с молодежью Каннска. Гостей принимал Каннский политехнический колледж. О чем шла и беседа с подрастающим поколением, расскажем далее в сюжете. На нашем мероприятии, на небольшом, присутствуют гости. Прошу вас поприветствовать. Это люди разных национальностей, разных диаспор. Поприветствую. Люди разных национальностей собрались в одном зале с целью рассказать о своей жизни в России. По разным причинам они оказались здесь. Так, Али Уруджев, представитель Азербайджана, уже почти 45 лет живет в Каннске. Азербайджанская диаспора в нашем городе насчитывает порядка 80 человек. Мы проживаем больше 40 лет в крае. И наши многие здесь, которые живут в своей семье, все живут уже, даже с внуками, правнуками. Еще один гость – Хусей Налимов, глава мусульман Каннска и представитель таджиков. В своем выступлении рассказал о том, что до распада Советского Союза наша страна насчитывала 15 республик. И все жили дружно. После бандитских 90-х, после террористических атак, к мусульманам отношение изменилось. Однако представитель таджикской диаспоры подчеркнул, что мусульмане не поддерживают ИГИЛ и стремятся к миру. При этом отмечаю, что многому учатся у братьев-славян. В первую очередь русский язык, русские обычаи, национальные ваши праздники. Потом спортом очень хорошо у вас налажены наши ребята. Ходят с вашими русскими ребятами, соревновывают в волейболе, в футболе. Для студентов колледжа тема дружбы народов актуальна, ведь в учебном заведении учатся порядка тысячи ребят разных национальностей. У нас со всеми дружеские отношения, никаких конфликтов. Также принимаем участие в разных олимпиадах, защищаем честь нашего колледжа. Мы очень много учим студентов, которые в основном у нас летят из Таджикистана. У нас даже сложилась традиция семейности. То есть у нас есть семейные традиции. Те дети, которые одной семьи, они постоянно из клана приезжают, обучаются именно в Каннском политехническом колледже на разных специальностях. В основном, конечно, это мальчики, это технические специальности. Кроме того, в учебном заведении для укрепления дружбы народов проводятся классные часы и всевозможные акции, среди которых «Сделай добро», где ребята помогают друг другу в различных направлениях, будь то в учебе, спорте или другой досуговой деятельности. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Новый год приходит в каждую семью. И даже к тем, кто по тем или иным причинам далек от своих родных. Большая и дружная семья пансионата «Кедр» принимает поздравления от творческих коллективов, от детей и взрослых. А сегодня пожилых людей с наступающими праздниками поздравил и депутат Законодательного собрания. Тему продолжит Татьяна Лисогор. Пансионат «Кедр» для проживающих в нем людей является местом, где их ждут и понимают, где они обретают свой второй дом. Сейчас здесь проживают 85 человек в возрасте от 50 до 104 лет. Для них в преддверии Нового года организуются праздничные мероприятия. А вот сама новогодняя ночь проходит в штатном режиме. Новогодняя ночь здесь проходит обычно, как все ночи. Кто-то ложится спать, кто-то собирается небольшими компаниями у себя в комнате, пьет чай, спиртные напитки у нас к радости запрещены. Поэтому дежурный персонал остается. И в принципе Новый год, сам Новый год с 31 на 1 проходит в обычном режиме. В эти дни здесь царит предновогодний ажиотаж. Бабушек и дедушек поздравляют их друзья из библиотеки, представители православной церкви, творческие коллективы города и района, школьники. Так ребята из 15-й школы подарили всем самодельные елочки, которыми украсят комнаты. А сегодня пожилых людей поздравил депутат законодательного собрания Красноярского края Артур Макартычан и вручил им сладкие подарки. Ну пусть на следующий год все плохое останется. Да, мы его отметаем, уберем викинг. Конечно. Ну не знаю, еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Поздравляю. Клиенты пансионата были рады встрече с депутатом и в целом отмечают, что новогодние праздники здесь всегда проходят насыщенно. Это я уже буду встречать, 4-й Новый год здесь. Ну проходит, конечно, интересно. Много мероприятий приглашенных. Всегда приглашают и детей, и взрослых. Ансамбли к нам приезжают. И даже приезжают с Большого Урии были, с Бражного, с Оставьевки. В общем приезжают коллективы. Ну поздравляю все, весь пансионат, весь коллектив пансионата. И сотрудников всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, добрых лет жизни, здоровья, всего хорошего. Ну хорошо. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. 24 и 25 декабря в Красноярске на трассе «Красное кольцо» состоялся первый этап Кубка Сибири и Урала по автомобильным трековым гонкам. Наш город представлял Андрей Головач. Он дважды поднялся на пьедестал почета. Первые и, пожалуй, последние в Красноярске трековые гонки в зимнем сезоне 2016-2017 прошли в температурном диапазоне от минус 40 до минус 15 градусов с ветром. Соревнования, проходившие два дня, состояли из 15 заездов. Спортивно-техническая фортуна такова, что в классе автомобилей А1600 первыми приехали красноярцы, а третье место привез наш земляк Андрей Головач. Также ему удалось завоевать первое место в классе национальной. Андрей стабильно проехал все заезды, опередив по очкам более агрессивных гонщиков. Стоит отметить, что какой-либо ярко выраженной борьбы на Кубке Сибири разглядеть не удалось. Лишь 3-4 легких контакта. И еще о спорте. На ледовой площадке спорткомплекса «Дельфин» состоялся турнир по мини-хоккею на Валенках, в котором приняли участие 6 команд из Каннска и Каннского района. Встречи проходили одновременно на двух организованных площадках. По результатам игр третье место заняла команда межмуниципального отдела МВД России Каннский. Второе место у Каннской команды ветераны. Победителем турнира стала команда с необычным названием «Буратино» из Каннского района. Лучшими игроками турнира признаны Виктор Маврин и Владимир Новиков – бомбардир и вратарь команды ветераны. Александр Шапцов – игрок команды полиции. И Вячеслав Коваленко – защитник «Буратино». Победителям вручен командный кубок и грамоты Министерства спорта Красноярского края. Обслуживала соревнования судейская бригада во главе с Сергеем Макаровым. Далее подробный прогноз погоды на четверг. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте заходить на наши страницы в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok в 2007-м создан отряд специального назначения «Витязь». По народному же календарю в этот четверг осей. В этот день наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые святки. Спонсор прогноза погоды – торговая сеть возле дома и магазины «Булошная». В предпраздничные дни освободите себя от лишних хлопот. Полуфабрикаты для фуршетов, изобилие кондитерских изделий уже готовы для вас в магазинах «Булошная» и в павильонах торговой сети «Возле дома». В самый сказочный праздник волшебные руки кондитера дарят особые сладости. Изобилие маленьких тортиков с новогодними мотивами. Сказочные пирожные, кексы и торты-дорожки. Рождественские пряники и печенье ручной работы. Торты для большой компании. С нами праздники особенно вкусные. Приглашаем в павильоны торговой сети «Возле дома» и магазины «Булошная» на 40 лет октября 52 и на «Эйдемана» 22. Желаю, чтобы в новом году все как в сказке свершалось. Вам везло и все хорошее сбывалось. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин